Перелезнем в страницу нашего тележурнала и поговорим о спортивной жизни братьев наших меньших. На выходных прошел Тюменский чемпионат по док-пулеру. Задача питомца только с виду простая поймать резиновое кольцо. Для хозяев и их питомцев такие соревнования это уже стало доброй спортивной традицией. Все подробности у Егора Старченко. Мы находимся на третьем Тюменском чемпионате по док-пулеру. В чем особенности тренировок? Нужно, чтобы собака хотела играть в пулер. Ну и соответственно знать элементарную технику. У нас есть главный сузья, который следит за всем процессом. Есть боковые сузи. Они следят за точностью ловли пулера в зоне ловли. Вот вы руку поднимаете, это что значит? Это значит, что собака правильно поймала пулер. Когда собака ловит пулер неправильно, мы показываем крест. В чем отличие правильной ловли пулера от неправильной? Ну, должен быть правильный захват пулера. И главное донести его, конечно, до зоны старта. Важно, чтобы пулер не касался земли. Ага. Чтобы он катился параллельно. И все, чтобы собака его захватила. Кто больше устает, вы или собака? Ну, в нашем случае и я. У кого-то собака. Рассказывай, где твоя косточка? Где? Давай, давай. Ну что, за своих болеем? Это порода бордер-колли. Ему 4 месяца. Зовут его Хару. Он у нас москвич. Москвич. Да, из московского питомника. То есть у него такие манеры, да, свои? Да, да. Видите, как он плохо себя ведет. Пес, дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу, пожалуйста. Дай лапу. А вы дайте его. О, ты за вкусняшки только лапу даешь. Дай лапу. Дай лапу. О, молодец. Хороший песик. Давай, 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 давай. Тяжелый, кстати. Тебе не тяжело, пес? А сколько лет вашему песелю? Два с половиной года. Два с половиной, и уже так здоровый? Собака-дедушка. Собака-дедушка? Да. А какая это порода? Драт-хар. Как? Драт-хар. Драт-хар, круто. И что, бегает он за пулером? Бегает. Да? Да. А от пулера? От пулера вряд ли. Ну что, друзья, если у вас есть четвероногий друг, обязательно записывайте его на док-пулер. Ася, держи, держи, держи. Оп. Держи. Молодец. Действительно прекрасные занятия и для хозяев, и для собак. Однако, как показывают исследования Тюймени, все более становится кошачьим городом. Во втором квартале этого года новых хозяев нашли на 10% больше кошек, чем собак. А годом ранее разрыв составлял всего 3%. Такие данные озвучили эксперты Авито. Самой популярной породой в Тюмени остается шотландская. Их цена по городу на сайте бесплатных объявлений доходит до 70 тысяч рублей. Если же брать данные по стране, то своеобразные кошачьи столицы можно считать Ижевск. В этом городе кошек приобрели практически на 80% больше, чем собак. Следом идет Ульяновск и Уфа. Тюмень на 15-м месте в этом усатых-хвостатом рейтинге. Единственными городами, где любовь к собакам остается неизменной, это Новосибирск, Москва и Иркутск. Вот такая статистика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова